Во Всероссийском научно-исследовательском институте коневодства вновь неспокойно. Буквально недавно там, после жалоб в администрацию президента, прошла прокурорская проверка. А теперь в интернете началась кампания по сбору подписей на имя главы государства с просьбой остановить разрушение в НИИК и прекратить издевательство над людьми. На сегодняшний день, с ноября месяца, так как мы перешли уже на зимний период, Манеж института коневодства закрыт на ремонт по надуманным причинам. Ну, якобы он аварийный, но на самом деле это не так. Лариса Борисова, это она, написала эмоциональное воззвание. Показывает нам призы и медали, полученные ее учениками на международных соревнованиях. Тренер высшей категории, кандидат биологических наук и международный судья. Она уже не первый десяток лет готовит чемпионов. Но последние годы, признается, работать стало невозможно. Конфликт с руководством института возник у нее давно. Но последней каплей терпения стало закрытие для тренировок Крытого Манежа. Ну, в первую очередь мы бы хотели добиться, чтобы нам разрешили заниматься. Нам, нашим детям. Потому что в настоящее время наши лошади теряют кондиции свои спортивные. А уже в начале декабря у нас соревнования. Манеж закрыт под предлогом, что там проводятся ремонтные работы. Внезапно, недавно отреставрированное здание стало аварийным. Для порядка в Манеже установлены строительные леса. Но на момент приезда нашей съемочной группы, людей, работавших на них, мы не обнаружили. Впрочем, как говорит Лариса, здесь их и не было. Как рассказывает тренер, так и во всем. Такое ощущение, что у руководства института развернута с ними настоящая война. И театр военных действий расширяется с каждым годом. Вот только как это сказывается на работе учреждения, может рассказать московский тренер. Ничто здесь уже не устраивает. И дети были, и дети разбегаются. Ездить практически негде. Заниматься невозможно. Секции существуют только на словах. Ставка тренера тоже есть, никто не использует. Поэтому все очень грустно и скучно. И скоро совсем, наверное, ничего не останется. Потому что детей и так в спорте нет. Если обратиться к цифрам, то до 2001 года в НИИ коневодство занималось более 50 человек. Четыре года назад их количество составляло уже 20 человек. Сейчас желающих тренироваться в таких условиях осталось четверо. В настоящее время дети сотрудников института, желающие заниматься конным спортом, ну просто лишены этой возможности закрытый пони-клуб и спортивная секция. Мы просили руководство института объяснить происходящее. Но наши вопросы так и остались без ответов. Тем временем петицию Ларисы Борисовой всего за неделю подписали более 2,5 тысяч человек.